Привет абсолютно всем и добро пожаловать обратно в Барлок проходит Enter the Gungeon. Окей, кидаем кубик, цифра 2, пилот. Пилот и мы 100% одеваем новый костюм пилота, потому что как можно выиграть пилотом и не одевать новый костюм? Посмотрите на эти зелёные очки, просто как полный мудак выгляжу в них. Ну, мы, короче, будем играть пилотом, будем пытаться захватить мир, разрушить вселенную и подчинить себе все женские сознания на этой реальности. Ну, и либо, как минимум, победить Лича. Начнём с победы над Личом, там посмотрим. В общем, пилот, я буду молчать насчёт того, чей он любимый персонаж. Я думаю, вы в курсе. Если вы не знаете, чей он любимый персонаж, то погуглите. Я не знаю, про это, наверное, уже статья на Википедии должна быть. У Варлока любимый персонаж пилот, он говорит об этом каждый раз, когда ему пилот выпадает. О, мой бог. А потом он рассказывает историю, как они познакомились в баре, пили кофе. Пилот ему рассказывал, как сложно им играть, а потом Варлок всё-таки смог им играть, научился. А потом они трахались в номере. Но, в любом случае, я не буду про это рассказывать. Я расскажу лишь про то, что мы попытаемся попасть в канализацию. Я знаю, что я туда редко хожу. Если нам выпадет нормальное оружие, ну, даже если нам не выпадет нормальное оружие, мы попытаемся получить доступ в канализацию. Я буду использовать отмычку, чтобы открыть туда замки. Я ещё раз расскажу сейчас про то, что канализация... Я не считаю её хорошей механикой, канализацию. По моему скромному мнению, она должна заменять следующий этаж, а не идти дополнительным этажом. В канализации, например, должно быть не 2, а 3 сундука, но она должна 100% заменять следующий этаж. Иначе смысла туда ходить... Ну, смысл туда ходить есть всегда, но я не вижу фишку. Так, что, как вы думаете, тут Зельда или девчонки? Похоже на Зельду. Отмычка, открой. Собака не открылась. Ну, я попробовал отмычку. Потому что там могли быть Зельда. Могли быть Зельда. Это могли быть Зельда, дорогой. Это могла быть Зельда, а могли быть девчонки. Которые для нас на первом этаже бесполезны, только если мы не найдём сигареты. Найдём ли мы сигареты? Без понятия. Надеюсь, что найдём. Даже если я провтыкал девчонок, то я бы всё равно с радостью взял бы сигареты. Ну, и плюс, мы всё ещё можем туда попасть, если нам вдруг выпадет красный шар. Ну, это, конечно, шанс небольшой. Но этот шанс есть, так что унывать не стоит. Ну, и я не особо унываю. Даже если там была Зельда, да и чёрт оба с ней. У нас есть ключи, которые надо экономить. Так что... Ну, действительно, я расстроюсь, если оба сундука на этом этаже будут коричневые. Вот тогда я буду в печали. Вот тогда в этой ситуации я опечалюсь и скажу, что... Какого хрена игра? Но, если двух коричневых сундуков не будет, то я, в принципе, буду счастлив на полную катушку открыть своими ключами сундуки, либо доступ в канализацию. Ну, с канализацией я знаю, что хороший этаж, там всё классно ходить, особенно пилотам. Если мы найдём... Вау! Золотая гильза, хрена себе. Если мы... Ааа, синий сундук, то стоит того, чтобы долбануть ключ. Ого, хрена! Конечно, стоит того. Особенно, если из него выпадает самое лучшее синее оружие, пучок жезлов. Нехилое начало, очень нехилое. Ааа... Я рад, я рад, что я не открыл зельду, что открыл этот сундук, потому что я бы, например, даже из зельды бы с радостью получил пучок жезлов. А на халяву, считайте, синего сундука, это очень круто. Ну, практически гарантирует нам убийство первых двух боссов, потому что я знаю, что это супер антикомнатное оружие, которое превращает всех в курей. Но не только, не только он это умеет. Он ещё и отлично справляется с боссами. Как ни странно, хотя этого можно не понять по его функциям, но я это обнаружил на первых порах. Когда в одном из первых забегов мне выпал этот жезл, я ещё не знал, что он делает, я не знал, что он в курей превращает противников. Я использовал его на боссах, как дурак. И мне потом все в комментариях, естественно, написали, что я идиот. А при этом, при этом я обнаружил, что он очень-очень прекрасный урон наносит. Очень прекрасный урон, это, наверное, вообще не русское выражение. Ну, не к тому, что его придумали не в России, а к тому, что оно не существует в русском языке. Но этот жезл наносит очень прекрасный урон. Почему он может наносить урон, который не существует в русском языке? Потому что это волшебное оружие. И вообще он фантазическая тварь, и он обитает в чемодане. Так что идите нафиг. Вау! Штамм андробомеды. Хрена. Ну, я вам скажу, что начинается этот забег интересно, как минимум. Штамм андробомеды, плюс ключ, плюс боеприпасы из чайки, это очень круто. Чайку мы разорвали, естественно, в клочки. У неё даже шансов не было. Со штаммом андробомеды я думаю, что пучок жезлов протащит нас по боссам вплоть до полости. Я думаю, что в шахтах теперь он может завалить любого босса. В лёгкую. Потому что минус 25% максимального здоровья, это практически увеличение урона на 25%. Ну, в данном случае это фактически увеличение урона на 25%. Просто, если мы ещё найдём какое-нибудь увеличение урона, будет вообще классно. Автоматический пистолет я, кстати, обожаю. Возможно, я его куплю. Я обожаю автоматический пистолет. Это очень-очень дешёвое деревянное оружие, которое легко использовать. Которое имеет огромный магазин. И довольно высокую ударную мощь. Оно чуть-чуть слабее калаша, по моему мнению. Так, здесь у нас пассивка, тоже открываем. Ой, вы видите то же, что я вижу? Вы видели эту галактическую медаль мужества из синего сундука? Я бы сказал, что это один из лучших стартов за всю историю нашей игры в Enter the Gun. Не считая что-нибудь офигенно читерское, типа... Наподобие... Рельсовой пушки или чернодырной пушки на первом этаже, да? Это очень сильный старт. Как для двух синих сундуков? Я не знаю, это, наверное, идеальная комбинация. Я, кстати, подумал, мы не пойдём в канализацию. Слушайте, я знаю, мы туда можем попасть. У нас есть ключи. У нас, точнее, есть один ключ. Я куплю вместо этого автоматический пистолет. И мы пойдём на следующий этаж. Давайте так. Канализация... Добавляет... Не то, чтобы я спешу как можно быстрее это всё закончить. Но канализация это не сильно весёлый этаж. Там скучный босс, с которым неинтересно драться. Там есть пара интересных комнат, но, по большей части, они так себе. Не... Там ничего особенного такого прикольного. Прям там ничего нету. Драться с каплей лорда меня не тянет. Он неинтересный босс. Он скучный босс. Потом... Идти туда ради того, чтобы попасть в... Аббатство. Ну, я понимаю смысл этого. Да, попасть в аббатство это круто. Там можно получить дополнительные предметы. Там есть братец Альберт. Да, он весёлый братец Альберт. Он, во-первых, в 90% случаев даёт какое-нибудь говно. Потому что там тоже рандом. Ну, это считают, что бесплатная Зельда. Ну, Зельда, кстати, тоже бесплатная. Так что Зельда фактически лучше, чем братец Альберт. И, опять же, этот этаж занимает 5000 лет. Ого, хрена. Рогатка. Ну, ладно. И ещё один ключ. Ну, спасибо. Рогатка в магазине. Мы купили только что рогатку в магазине. Я вас поздравляю. У вас родился план. Мы рогаткой убьём всех боссов. С галактической медалью мужества и со штаммом Андробомеды мы будем боссом, наверное, 50% здоровья сносить с одного удара. Ну, не будем, потому что блокиратор на лимит урона в этой игре есть. Но сносили бы, если бы могли. Короче, боссов мы будем разрывать. Обычных противников тоже будем разрывать. Всех будем разрывать. Нас остановить, в принципе, может только какой-нибудь жёсткий прогон. Я скажу, что у нас сейчас шансы на победу отличные. И я знаю, что это как раз самое то, чтобы сходить в аббатство. Но мы туда уже не можем попасть. Потому что я не пошёл за красной бронёй. Аббатство занимает 5000 лет. Там очень толстый босс. У этого босса больше здоровья, чем у дракона. Мы бы его убили рогаткой. Легко. Но и сам этаж долгий. И опять же, ничего особенного там и нет интересного. Братец Альберт недостаточно интересно. Было бы там какое-то другое существо. Жило бы там. Которое даёт какие-то другие бонусы. Повеселее, чем братец Альберт. Я бы сходил. К тому же, братца Альберта ещё найти надо. А он в секретной комнате прячется. Которую можно найти, можно не найти. В общем, по моему скромному мнению, аббатство и дополнительный секретный этаж, канализацию, их надо поставить вместо второго и третьего этажа, например. Но чтобы в них больше сундуков было. То есть, ты рискуешь. У тебя есть, если лишние ключи, ты идёшь туда и открываешь больше сундуков. Но и там этаж сам сложнее. А так как дополнительные этажи, ну, я не вижу смысла. По-моему, оружие имеет близкую к идеальной длину забега около часа. Это то, что я готов выделить. Полтора часа на забег я уже, естественно, не готов выделить. Не только потому, что мне там надо сделать много видео в день. И я там хочу делать видео в больших количествах. Не, ничего подобного. Просто потому, что мне полтора часа не хочется играть. Ну, мне хочется играть, но мне хочется за это время сыграть два забега, например. Потому что за полтора часа почти можно сыграть два забега. Почти. Я, кстати, думаю, что нам рикошеты от стен нет смысла делать. Мы выбиваем лимит урона с выстрелом рогаткой уже, потому что штамм андробомеда плюс медаль мужества галактическая. Я не думаю, что нам есть какой-либо смысл использовать здесь рикошет рогатки, которая наносит дополнительный урон при рикошете от стены. Я думаю, мы максимум урона выбиваем и так. Конечно, злобоглаз развалился за 5 секунд, мы получаем эскалибр, еще одно увеличение здоровья, патрон мастерства в смысле, и чувствуем себя прекрасно. Нам абсолютно не имеет смысла экономить боеприпасы на антикомнатное оружие, в частности на эскалибр и автоматический пистолет. Ну, автоматический пистолет наше основное, сейчас будет вооружение, которое тоже, кстати, убивает, просто клочья разрывает врагов. Автоматический пистолет, оружие деревянного качества, слабенькое такое, никуда не годящиеся. Ну, примерно, как говорила мне моя бывшая. При этом оно, на удивление, эффективно. Мне кажется, что, я не знаю точных цифр, но у меня такое чувство, что у него урон почти как у калаша. При этом боеприпасов у него больше в обойме, правильно? То есть, если у него чуть-чуть урон меньше, чем у калаша, при этом больше боеприпасов, то оно по эффективности может быть близко к калашу, что очень интересно для деревянного оружия. Ну, калаш тоже не идеал, конечно. Это ж не то, что там, оно близко к рельсовой пушке, да? Нет. Калаш тоже далеко не идеальная пушка, и у него свои проблемы. Знаете, у калаша, наверное, фишка в том, что точность у него выше. Точность у него выше, тут уже никаких сомнений быть не может. Четыре ключа у нас уже, вау. Ну, ладно, открываем, все. Химхим, откройся. Кольт М-1911, то есть не Кольт, а М-1911. Тоже пойдет, тоже пойдет вполне. Оружие у нас падают вот такие, средние. Ну, не считая, естественно, не считая, естественно, жезловый дробовик. Который называется Пучок Жезлов. Вау, какая веселая комната. Знаете что? Эскалибур вам. Ребята. Ждет вас, не дождется мой эскалибур. Эскалибур, кстати, можно использовать как богохульство. При перезарядке уничтожать вражеские выстрелы. А, да, мы проходим комнату с испытанием. Мы еще сундук дополнительный получим в конце этой комнаты. Ну, похоже, что у нас шикарные шансы на победу. Ну, еще далеко говорить о чем-то. Еще не то, чтобы все не решено, но все действительно не решено еще. Еще один проклятый предмет. А, подождите, проклятый. Это тройной арбалет, который замедляет противника. Его мы будем использовать на боссах. Я все время забываю про него. Я все время его подбираю. Грозюсь использовать его на боссах. Потом все время забываю. До свидания, братва. Получаем много урона лишнего, который, в принципе, не надо получать. Можно без этого обойтись, но... Не судьба. Не могу остановиться. Ну, рискованно играю, рискованно играю. Беру тупые решения, принимаю. Наражен лезу постоянно в бою, потому что... Ну, во-первых, я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо. А, во-вторых... Во-вторых, мы... Я себя чувствую практически неуязвимым. Это плохое чувство. От него надо избавиться в ближайшее время. Вау, мы получаем еще воровство. Вот что мы не нашли еще? Ни одной... Эээ... Ни одной не нашли секретной комнаты. Правда, мы нашли гранату с дипольным отражателем. И еще мы нашли... Торговца за ключи. Мы у него сейчас все купим. Мы у него сейчас купим все. Потому что мы используем здесь гранату с дипольным отражателем. Украдем пачку денег. А здесь нам красть нечего абсолютно. Так, хорошо. Так. Мы покупаем медальон сердца. Покупаем кольцо сундучной дружбы. Используем гранату с дипольным отражателем. Воруем пачку денег. Теперь у нас должны подсвечиваться секретные комнаты. Так что, надо теперь только смотреть по сторонам, и мы увидим секретки. Вот она секретка. Отлично. В секретке... Два щита и... И закрытый зеленый сундук, который мы не откро... Я попробую открыть отмычками. Отлично. Он открылся, и в нем... Дробовик пустоты. Этот этаж был шикарен для нас. Мы получили кучу оружия. Мы получили пассивки. Мы получили еще одно дополнительное увеличение здоровья. Мы видим теперь секретные комнаты. Еще мы видим... Еще у нас дополнительный шанс дропа сундуков. Плюс у нас граната с дипольным отражателем. Еще два воровства нам позволяет сделать. Любых, каких мы захотим. Я не знаю, что мне еще сказать. У нас все отлично. Перспективы у этого забега вообще просто шикарные. Мы в перспективе завоюем весь мир. Я вам говорю это со стопроцентной вероятностью. Этот мир будет наш. Ладно, хорошо. Берем в таком случае кольт и... Вперед из песней. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бам-бум-бум-бум. 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 Название моей... Кошки. Это африканская кошка. Это был расизм. Я прошу прощения. И вы можете сказать, кстати, что нам не нужно особо кольцо, которое дает дополнительный дроп сундуков. Потому что у нас, собственно, с ключами не очень ситуация. Но, во-первых, у нас есть бабло. Мы ключи можем купить. Во-вторых, у нас есть отмычка. Мы всегда лишние сундуки попытаемся открыть отмычкой. И вот, например, горящий сундук мы открыли. Ага, что я стреляю в стены? У нас подсветится секретная комната, если потребуется. Точнее, когда мы ее увидим. Открываем синий сундук отмычкой. Сразу, прям со старту. Без страха и упрека. И нам выпадает оружельский перец. Не самая моя любимая пассивка. Но она хотя бы интересная, необычная. Не каждый день она нам выпадает, скажем так. Так что будем делать то, что нам требуется. И брать ее. О, вот и секретка. Вот и секретка. Я ее вижу. И в ней нас ждет красные сердца. И еще зеленый сундук, который тоже горит. У нас нет никакого оружия, которое брызгает водой, да? То есть мы его потушить, к сожалению, не можем. Ну, тут я провтыкал. Да. А этот сундук взорвется. Отмычка не перезаряжена, к сожалению. Ну, ладно. Черт с тобой, золотая рыбка. Зато у нас хлам есть. Можем захламить всех. Ладно, ладно. В секретной комнате провтыкали зеленый сундук. Я думаю, я надеюсь, что это не повлияет на наш забег критическим образом. М1911. Я честно вам скажу. Мне кажется, что он хуже, чем УЗИ. Хотя он синего качества. А УЗИ деревянного. В смысле пистолет-пулемет, да? У меня такое чувство, что УЗИ лучше. В основном, потому что... У УЗИ 600 патронов в запасе, а у этого пистолета намного меньше. А что я боеприпасы хочу взять? Я даже не знаю. Найскалибур, наверное. Эээ, не, боеприпасы. Боеприпасы, да. Ещё один зеленый сундук. А, давайте отмычку. Она опять открыла. Турель. Турель мы не берём. Гранаты с дипольным отражателем, надёжные отмычки. Это всё лучше турели. Турель, она, мягко говоря, слабовата. Она была бы окай, если бы она не разваливалась от одного плевка. Если бы босс одним плевком эту турель на части не разламывал. Я бы её на боссах с радостью использовал бы. Я бы её не взял сейчас вместо отмычки. Но когда-нибудь на каком-нибудь забеге... Вы видите урон, который я тут получаю? Прекращай. Этого можно избежать. Потерял всю броню. Оу, вау! Деревянный сундук в комнате. Указательный палец леча из него. Я, кстати, скажу вам, я обожаю дополнительный шанс выпадения сундуков. Это очень круто. Особенно вот в таких случаях, когда нам выпадают деревянные сундуки, на них даже ключа не надо. И у них пассивки. Причём пассивки отличные. Указательный палец леча. Никаких проблем у меня к нему никогда не будет. И вопросов тоже. Я просто буду им пользоваться. Как босс. Настоящий босс. Опа. Хуга, босс. Вау, вы видите? Этот дробовик всё разрывает. А, закрытый магазин, класс. Зато отмычка сработала. И, ооо, мой бог. Злые, сердитые пули. Плюс хаотический амулет амуниции. Плюс сова. То есть мы... Сейчас мы купим, короче, здесь хаотический амулет амуниции. И украдём сову. И украдём одновременно с этим злые пули. Вы видите этот магазин. Если вы просто слушаете, тут дядя пуля, этот, усатый. У него два амулета амуниции и сова. А у обычного торговца сердитые пули. Это будет круто. Мы купим хаотический амулет, украдём сову. И украдём одновременно злые пули. Потому что граната с дипольным отражателем позволяет воровать два предмета. Главное насобирать нам... Так, у нас 89 гильз. Значит, нам нужно ещё сколько? Там нужно 107. Ну, короче, нам чуть-чуть ещё насобирать надо. Я не умею математику делать. Что для меня не очень хорошо. Потому что завтра у меня учёт в магазине. Мне надо будет посчитать 10 тысяч банок краски. Но... Это вас не касается. Это вас не касается. Не лезьте в мою личную жизнь. Ну, я в смысле, что не хочу нагружать вас своими проблемами. Меня это очень заботит. Потому что мои математические способности близки к нулю. Но я постараюсь победить в этом учёте. И посчитать всё правильно. Чтоб с меня не вышли 5 тысяч денег. Окей. На нас идёт красный. Знаете что? Мистер Красный. Вы видели когда-нибудь такое? Наверное, вы когда-нибудь такое видели? Ну, я не знаю. Не уверен, что вы такое видели. Потому что я чемпион. Это был, во-первых, набор слов. Никак не связанных между собой. Так, ладно. Хорошо. 107 денег есть. Окей. Идём. Проводить супер-мега комбинацию. Итак. Граната с дипольным отражателем. Готово. Сначала покупаем хаотический амулет. Дальше кидаем гранату. Крадём сову. И... Крадём сердитые пули. У совы с чем-то комбинация. Я не знаю, с чем. С пучком жезлов. У меня есть идея, что с пучком жезлов. Может быть, пучок жезлов теперь будет наносить ещё больше урона. Чему я рад. Несказанно счастлив. Плюс сердитые пули у нас есть. Что тоже отлично. Ну, не со всеми оружиями отлично. Но я люблю сердитые пули. Они вносят разнообразие. И вносят такой эффект непредсказуемости. Потому что проникающие выстрелы, они сильны в большинстве ситуаций. Но у них нет той непредсказуемости, которая есть у сердитых пуль. Чего я в стены стреляю? У нас уже, блин, просвечиваются все места, где могут быть секретные комнаты. Я бы ещё с радостью морозный амулет амуниции купил. Но этого не будет. Ну, а сова с хаотическим амулетом амуниции, естественно, будет разрывать всё, что движется. Каждое срабатывание совы будет поджигать, убивать всех врагов. Теперь мы ещё будем... Дроболук мы из сундука получили обычного, который нам попался на этом этаже. Дроболук. Не моё любимое оружие, но оно с пивом пойдёт. Рогатка, поехали. Привет, друг Болров. Тебе жопа. Ты готов, чтобы тебя подавали на стол уже жареным? Смотрите, прошло 5 секунд. Мы уже ему снесли 90% здоровья. У него нихрена нет. Плюс сова ещё долбит пустышками, обеспечивает нам безопасность. 10 секунд. 10 секунд и Болрог мёртв. Я такой красоты не видел уже тысячу лет. Оружие, научная пушка. Мэ. Но знаете что? Я благодарен игре за любую помощь. А патроны мы возьмём на автоматический пистолет. Знаете, он мне нравится. Он мне нравится. И это... И этим всё сказано. Всё, с этим этажом мы закончили. Поехали. Если чё, то два предмета украсть в одном дополнительном магазине нельзя. То есть мы у дяди пули не могли забрать второй предмет. Не могли никак. Ну, я имею в виду второй амулет. Украсть не могли бы. Кража бы не сработала. Так что мы в будущем можем эту гранату использовать вполне успешно. Ну что, поехали? Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Я, видимо, теперь озвучиваю оружие. Это весело. Я вам скажу. Вау-вау-вау-вау-вау. Наглеть, конечно, не стоит особо. Ну, то есть мы ещё не бессмертны далеко. Но близки к этому. Ну, не к бессмертию, а к победе. Ещё патроны выпали. Я не знаю. Берём на это их. Что? Синий сундук открываем. Я уже отмычки использую просто на все подряд сундуки. Потому что у нас ключей мало. А сундуков ещё будет много. И из случайного синего сундука мы получаем сталтехнику оглушения. Наверное, не самая моя любимая сталтехника. Но явно одна из самых эффективных сталтехник в игре. Это я вам скажу 100%. Что она является таковой. А, тебя надо бы, наверное, превратить в курицу. Но я уже увлёкся расстрелом тебя из дробовика. Поэтому буду игнорировать этот вопрос. На средней дистанции мы можем использовать, спокойно использовать пулемёт. На короткой дистанции дробовик пустоты разорвёт всех. Я не знаю даже, есть ли смысл нам дробовик пустоты использовать. Может, нам надо дроболуком стрелять. Но уже поздно. Уже поздно. Мы уже втёрлись в доверие к дробовику пустоты. Я получил два сердца урона на этом этаже. Это меня не радует. Наверное, так делать не стоит. Давайте попробуем дроболук. Давайте попробуем дроболук. Мне кажется, он будет хорош. С... С тем уроном, который мы наносим. Вообще, дроболук же... У него единственная слабость, это недостаточная точность. А, по-моему, медаль за отвагу, кроме того, что она увеличивает урон боссам, она ещё и точность слегка повышает. Ну, может, даже не слегка. Да, слушайте, дроболук нормальный. Вполне. Ау. Тихо. Шёл вон. Да, слушайте, вполне себе ничего. О, секретка. Хорошо. Ключ. Половинка сердца. Я играю очень плохо. Я получаю кучу урона. Тут... Тут я не могу никак себя защитить. Я это делаю. Я признаю это 100%. Но я не могу остановиться. Мы такой урон наносим, что мне хочется идти вперёд и без остановки стрелять. Эта сова заморозила противников до того, как они появились, собственно. Это было весело. А, боеприпасы, я даже не знаю. Для Кольта. У нас есть всё. У нас есть всё. Просто тупо всё. Знаете что? Нам не нужно УЗИ использовать. Нам нужно использовать Эскалибур. В качестве автоматического оружия. И босс... Я надеюсь, что это красный. Я вам честно скажу. Надеюсь, что это красный. Чтобы показать ему, кто здесь хозяин. Потому что эта сучка нас всё время трахает. Направо и налево. Сегодня я тебя трахаю. Деточка. Сегодня трахнут будешь ты. И мы его просто разрываем. Я счастлив. Вы не представляете, насколько я счастлив. Ооо, какое это вызывает эйфорийное чувство. В моём мозгу. Эйфорийное чувство. Наверное, такого слова-то не существует. Но... Теперь существует. Опять 10 секунд. Босс мёртв. Вы просто как какой-то босса... Боссадёр. Боссадёр. Это я, кстати, украл у одного из подписчиков. Кто-то такой челлендж предлагал. Не помню, что там в этом челлендже было. Но он назывался Боссадёр. Я его не делал пока что. Но... Он, возможно, будет. Эта серия будет так названа, скажем так. Хорошо. О, сжечь всех. Я буду использовать все оружия подрядки, какие у нас есть. Мы уже настолько... Мы настолько сильно оторвались вперёд от игры, что я буду использовать просто то, что мне хочется. Выпала нам вот научная пушка. Хочется мне из научной пушки пострелять. Я буду стрелять из научной пушки. И мне всё равно. Сундук. В нём метатель коктейля Молотова. Он нам не нужен. Но мы его возьмём. Теперь у нас здесь игра Винчестера. Нам её обмануть никак не получится. Ну ладно. Не будем обманывать. Будем играть честно. Это, кстати, не сложная игра. Винчестера. Не совсем та цель, в которую я целился. Ну ладно. Хорошо. Два попадания. Вот здесь я не помню дальше как. То есть... По-моему, вот под этим углом... Нет, не под этим углом. Под вот этим углом мы попадаем в крайнюю голову. Почти. Ну, примерно. Я выстрелил правильно. Чуть-чуть. Чуть-чуть не рассчитал. О, зелёный сундук и в нём гексопушка. Знаете что? У нас слишком много хороших оружий. Я вас расстрою. У нас слишком много крутых пушек. Если вы смотрите эти серии для того, чтобы посмотреть, как я умираю, к сожалению, расстрою вас прямо сейчас. Я не умру. Этот забег будет выигран. О, что нас может убить? Нас может убить алтарь случайных чисел, если я его найду. Он может, например, сделать, что у нас будет в два раза меньше боеприпасов на все оружия. И это будет опасно. Либо мы получим... А, знаете что? Мы можем проклятие слишком много набрать. То есть я... Скорее всего, как я умру, это я пожадничаю и наберу слишком много проклятия. Я сейчас начну красть. Вот я сейчас нахожу в магазин. В магазине, естественно, я хочу всё украсть. Краду. Много слишком. На меня наезжает много проклятия. Потом использую алтарь случайных чисел. В алтаре случайных чисел. На мне выпадает... Например, пять проклятия, по-моему, он даёт. И к нам приходит красная смерть. Проклинает нас и убивает. Всё. Мы только что нашли пожиратель оружий. Я там скормил научную пушку и что-то ещё. Не помню что. И мы получили наковальню. Что? У нас наковальня с рикошетящими боеприпасами. Выглядит это впечатляюще. По-моему, это абсолютно неэффективно. Потому что наковальню надо пролетать сквозь противника. Но выглядит это интересно, скажем так. Знаете, что я хочу ещё? Резиновые пули. Резиновые пули по любасу я желаю видеть. Я буду использовать то оружие, которое у меня в руках. И мне всё равно. О, мимик, привет. На тебе наковальней в лицо. На тебе ещё наковальней в лицо. И ещё наковальней. Если ты думаешь, что я перестану кидать наковальню тебе в лицо, ты ошибаешься. Не-не-не, ты не понимаешь. На. Кольт 1951. С тем вооружением, которое у нас сейчас в наличии. Это шутка. Мы ехали в маршрутке под номером 1 с Кольтом. А, у нас ещё стала техника оглушения. Это я ещё забыл про сталотехнику, блин, оглушения. Вы понимаете, что происходит? А. Ну ладно. Не то, чтобы нам нужно было их оглушать. Мы их убьём раньше, чем они успеют хоть какой-то вред нам принести. Но всё равно. Обидно, да. Мы по-любому хотим магазин найти. Мы что-то там украсть хотим. Покупать, наверное, нет. Украсть, да. Сто процентов. Так, ребят, можно ли я вас оглушу? Спасибо. Не-не, стала техникой, да. Сова тоже их оглушила. Сова шарит. Вау. Мимик. 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 Спасибо, Сова. Благодарю. Шланг. Ну, не знаю, на кой хер он нам нужен, но мы его возьмём. Кстати, чтобы избежать вот этого проклятия, надо бы выстрелить эскалибур. И избавиться от него. Вау. Меорелаксант. Ну, знаете. Ну, вы знаете, что будет. Что я украду сейчас Меорелаксант, да? Ах ты, сука! Он не дал мне украсть Меорелаксант. Ах ты, мудила, козёл. Ты ж тварь. Ну, ладно. Эх, сейчас, если бы мы этот Меорелаксант украли, то я бы, не знаю, ну, это была бы просто автоматическая победа. Она и так практически автоматическая, но с Меорелаксантом мы бы разорвали всё, что движется. К сожалению, продавец на нас обиделся, но я должен был. Я должен был там рискнуть и попытаться его получить. Второй вариант был не покупать Меорелаксант, не пытаться его украсть и отнести гранату в кузницу, в кузницу что-нибудь украсть. Но кем бы я был, если бы я не попытался украсть Меорелаксант? Не получилось, иначе не получилось. Чёрт с ним. Пока что у нас всё равно всё отлично. Он нам не нужен для победы был. У нас есть чем победить, кроме Меорелаксанта. Было бы неплохо. Знаете что? Я хочу гексопушку. Хочу гексопушку, и я её возьму. В кого выстрелить? До свидания. Кто там призывает, блин? Ты? До свидания. Кто ещё? Не, ребят, до свидания. Я же правильно понимаю, как сова работает? Что сова срабатывает, когда вокруг нас много выстрелов, да? Что мне, когда у меня есть сова, мне выгодно бегать в самой гуще событий, скажем так. Что мне не выгодно отсиживаться где-то в углу. Мне выгодно... Как можно больше вокруг себя врагов собрать. Вот прям стоять в самом середине. И сова тогда будет уже делать свою работу. Тогда сова будет взрываться хаотическим амулетом амуниции и уничтожать все вражеские орды. Ну, комнаты, в которых... Знаете что? Мы победили. Я вам гарантирую. Здесь вариантов нет. Ну, и это прекрасно. И нет ничего плохого в том, чтобы быть уверенным в победе. Конечно, всё равно надо... Перчатки оружия рыцаря. Если я буду честен с вами, не особо меня интересует в данный момент. У нас прекрасный шанс поговорить о чём-нибудь, кроме... О чём-нибудь, кроме игры. И... Вполне возможно, я сейчас придумаю, о чём нам поговорить. Потому что мы нашли только что Полярис. И нам снова есть о чём поговорить в игре. Например, о Полярисе. О том, что я попытаюсь его зарядить. Это 100%. Не на всех противников его, конечно, надо заряжать. Наверное, там, на таких толстых ребятах лучше всё-таки пострелять из винтовки. А Полярис на мелочи заряжать. Но... В любом случае... Если мы его зарядим, то мы уничтожим всё, что движется. Просто разорвём. И это хорошо. Па-да-да-да-да-бум! Оп! Раз-два-три. Раз-два-три. Ёлочка, гори! О, дракоша! Здрасте! Можно я вас с рогаткой покидаюсь? Можно ли я в вас покидаю свою рогатку, мистер дракон? Ну, дракону хана. Со злыми пулями вообще хана полная. Потому что теперь рогатка отскакивает от стен и летит... Отскакивает от дракона, потом отскакивает от стены и летит обратно в дракона. Это кое-что новенькое. Такого я раньше ещё не видел. Черепа? Подождите, 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 подожди, 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 черепа. Идите нафиг, да. Ну, естественно, саванам помогает тоже. Оп, перекат, перекат. Всё. Опять же, смотрите, я ни разу на рогатку не пополнял боеприпад. На всех боссов в игре мы потратили 60 выстрелов. Я не буду на неё пополнять боезапас, ни в коем случае. Вы что? Мы леча, я думаю, две фазы убьём 20 выстрелами из рогатки. А, правда, тут ещё сердце, конечно, так что... На сердце понадобится чуть больше времени, но... Ещё несколько выстрелов потратим. Но мы можем, знаете, в сердце мы можем пострелять из чего-нибудь другого. Из дробовика пустоты, например. Думаю, не самая плохая идея. Не самая плохая идея. Отлично. Хрена. Патрон мастерства. И мы можем сейчас двинуться на следующий этаж. Ну, по-моему, это глупо. Мы разрываем комнаты в клочья, и мы можем зарядить полярис и разрывать комнаты, я не знаю, по что. Так, до свидания, ребята. Мне нужен ваш полярис. В смысле, мне нужно, чтобы вы зарядили мой полярис. Если вы понимаете, о чём я. Что-то я неправильно оглушение использовал. Ну, ладно. Ещё два сундука здесь есть. Ну, ключ у нас, правда, один. Но у нас есть отмычка, так что... Всё нормально. До свидания. А, и на полярис мы, если что, боеприпасы можем купить. Так что... Экономить патроны на него не стоит. Вот уже второй уровень поляриса есть. Хорошо. Зелёный сундук, отмычка не сработала. Вау. Первый раз. Впервые за тысячу лет не сработала отмычка. А, давайте ключ. Используем. Древняя пустышка. Замечательно. Нужно больше проклятия. Потому что я ничего не боюсь. Ну, древняя пустышка с хаотическим амулетом амуниции в комнатах будет уничтожать всё. Я её буду даже в атакующем режиме частично использовать. Ну, не знаю. Насчёт этого кучего режима я, наверное, погорячился. Это всё-таки большая трата ресурсов нужных. Ну, как ресурсов нужных. Кулдауна этой отмычки. Отмычки пустышки. Не то, чтобы она у нас может закончиться полностью. Но экономить её тоже смысла нет. Вот здесь, например, можно. Вполне. На всякий случай. На всякий случай. Полярис, я думаю, уже должен быть близок к третьему уровню зарядки. Очень близок. Хорошо. И ещё двое. Отлично. Гекса пушки, ещё 52 выстрела. Закрыто, да? Ладно, а ключ? Ключа нет? А, окей. Отмычка сработала. Команда. О, боже мой. О, боже мой. Боя припасы, естественно, на поляре. И что ещё? Перчатку оружия рыцаря. Потому что... Чё нам терять-то? Ну, не арбалет же покупать. У нас оружие и так до хрена. Ну, мы должны разорвать. Мы должны разорвать адский этаж. Без особых вариантов. С старейшей пустышкой-то. Ох, я буду счастлив этой победе. Потому что... До этого... Когда мы три раза подряд проиграли, я был очень расстроен, я вам скажу. Ну и опять же, сила пилота. Сколько нам предметов дала отмычка на этом забеге? Предметов пять, шесть? Ох, я даже подтягиваюсь уже. В предвкушении лёгкой победы. Заходим с гексапушкой. Но в этой комнате мы не только заходим с гексапушкой. Тут мы её используем на протяжении всей комнаты. Потому что... Ну их нахрен. Этих ребят. Спасибо, спасибо, сова. Ценю. Ценю твою помощь. Полярис пока что полежит на полочке. Ну вот теперь можно позаряжать. Теперь можно позаряжать. Здоровых дядек поубивали и всё. Теперь полярис третьего уровня готов к бою. Воу, воу, воу. Подожди, подожди, братишка. Стой. Не торопись, постой. Просто побудь со мной. Не говори ни о чём и полярис ни при чём. Да. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Так, этих ребят вообще надо бы поскидывать. Да, мы, кстати, увидим секретную комнату с пожирателем оружия красным. Если она попадётся. Ну, увидим, я говорю. На самом деле я, скорее всего, пробегу мимо просто. Потому что тороплюсь куда-то. Ну, вроде пока что не в тупик идём. Ну, пока что не похоже на тупик, во всяком случае. Так, иди в пропасть, да. И вы, вы, вы. Все, 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 все туда. Все туда. Древняя пустышка. Чудно. Забег мне понравился. Забег мне очень понравился. Комбинации предметов были интересные. По-любому. Рикошетящие пули действовали как положено. Мы могли бы сейчас какие-то другие оружия поюзать. Знаете что? Вместо гекса пушки мы вполне можем использовать, например, жезл. Пучок жезлов. Он даже лучше, наверное. Да. Вместо гекса пушки пучок жезлов пойдёт. Он эффективен. Он не так эффективен в плане экономии боеприпаса. Но нам экономить сейчас ничего не нужно. Нам абсолютно не требуется ничего экономить. Не надо в меня кидать своих союзников. Дорогие друзья. В смысле дорогие враги. Ну не очень дорогие такие. Мэх. Средние цены. Средней ценовой категории. Опа. 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 Синий сундук. В нём... Ну мы вместо отмычки возьмём сингулярность. Потому что... Потому что я читер. Ещё сингулярность выпала. Ну всё выпало на этом забеге. Ну вы знаете что это означает. Это значит что следующий забег, например, будет просто адом. Маленьким персональным адом. И ничего тут не поделаешь. Всё выпало на этом забеге. Просто всё выпало. До свидания. Кто ещё? Кто ещё я спрашиваю? Ты какашка? До свидания. Ааа да. Ладно нашли тупик. Сингулярность уже почти наполовину перезарядилась. В полярисе ещё половина боеприпаса. Древняя пустышка готова. Смерть. Ты чё ещё жив что ли? Я тебя сейчас в курицу превращу. Не превратился. Ну ладно. Так. Сингулярность. Готовься. Следующая комната твоя. Воу-воу-воу. Полегче, полегче, полегче. Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо, не надо сбивать. Мне тут полярис мой любимый. Сингулярность, кушай. На здоровье. Кушайте с булочкой, мадам сингулярность. Вау, она его не скушала. Какой живучий парень. Знаете что, да? Я забил. Я забил на эту древнюю пустышку. Я её буду по кулдауну использовать как атакующий предмет. Не как защитный, а как атакующий. Потому что я охренел. Я думаю, мы можем себе позволить охренеть слегка. Не так часто мы охреневаем. Ну, прошлый забег, можно сказать, что был сильным. Но далеко не таким сильным, как этот. Даже примерно не таким сильным. Сингулярность готова. До свидания, братва. Ну, и... Ну, что ты будешь делать? Смотрите, какой живучий. Древняя пустышка тоже готова ещё раз долбануть. Ааа, как вы думаете, куда мы идём сейчас? Я думаю... Я думал, что мы не идём в тупик. Но, очевидно, я ошибался. Так, ну, вот это значит правильный путь. Значит, нам сюда. Древняя пустышка. Хорошо. Просто отлично. Кыш. Кыш все. Уйди, уйди от меня. Ключ на сундук, которого у нас пока что нет. О, сингулярность зато есть. Вот что у нас есть. Скелет, тебя затянуло в сингулярность? О, боеприпасы на Полярис. Мы ни одного удара не пропустили на адском этаже. И я надеюсь, что не пропустим. Знаете что, нам никакой команды не нужен. Эээ, команда весела, но мы его оставим на вторую фазу. Старейшая пустышка. Да. Этого мне это. Он даже пискнуть не успеет. И даже когда я забыл уворачиваться, просто сама взорвалась и уничтожила его выстрел. Вау. Давно, давно мы так не разрывали. Это, наверное, забегов 50 назад было. Вот забег с чернодырной пушкой. Я вот помню, что мы примерно так же уничтожали все, что движется. На тебе сингулярность. На тебе команда. О, боже. Выстрелы команды летят в сингулярность. Окей. Что-то я этот провтыкал. Не то. Что-то не то делаем, братва. Где мой полярис? Я использовал обе пустышки, но как-то пофиг. Я не собираюсь ни этого удара пропускать. Поэтому... Поэтому я трачу пустышки. Потому что я хочу убить его, не пропуская удары. Пока что не пропустили. Но пустышка почти заряжена. Я не знаю, сингулярность, если заряжена, то с третьей фазой будет ноль проблем. А, сингулярность заряжена. Окей. Старейшая пустышка тоже заряжена. Так. Здесь нам не нужна пустышка. И... Да-да-да-да-да. Я вижу. Оп. А вот так вот. А вот так вот. Отлично. Убийство Лича без получения урона. И прохождение всего адского этажа без получения урона. Я надеюсь, вам понравился этот забег. Мне так точно понравился. Итак, я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажмите кнопку лайк под этим видео. Это будет шикарная помощь. Хотите смотреть продолжение, конечно, подписывайтесь. А я благодарю вас за просмотр. И мы увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.